Доброе утро! Это включение из северной столицы. В 2010-м в Пекине прошли первые всемирные игры боевых искусств. Лучшие из лучших со всего мира в 13 видах единоборств оспаривали звание чемпионов. Россия в общекомандном медальном зачете заняла первое место. Во многом именно это позволило нашей стране претендовать на проведение вторых всемирных игр. Это намного выше, конечно, чем любой чемпионат мира, потому что спортсмены сюда приезжают по рейтингу всемирных федераций. То есть это первая сотня, только ведущие мастера, только чемпионы мира Европы, олимпийских игр в тех видах спорта, которые участвуют в олимпиадах. Для проведения вторых всемирных игр Петербург был выбран не случайно. В нашем городе боевые искусства пользуются заслуженной популярностью еще с 70-х годов, когда занятия по карате проводились подпольно. Клуб Ленкай – знаковое место в российской истории восточных единоборств. Это первый официальный клуб айкидо в СССР. Именно здесь проводились аттестации первых отечественных тренеров. Только здесь Чак Норрис проводил свои мастер-классы. За 25 лет существования тренировочные залы клуба не бывали пустыми. Боевое искусство не секрет, а обладает огромной популярностью. У нас в стране это более 4,5 миллионов активно занимающихся человек. И занимающихся, еще раз подчеркну, очень и очень успешно. И если посмотреть даже результаты олимпиады последней, то как раз те виды, которые мы относим к единоборствам, они немало принесли в копилку нашей сборной. Не только айкидо, дзюдо, карате и самбо в Петербурге, как и по всей России, можно найти клубы разнообразных боевых искусств. Европейцы и даже родоначальники многих видов, японцы, объяснить такую популярность не могут. С нескрываемой завистью, ну белой завистью, отмечают то, что Россия сейчас в плане единоборств, у нее сумасшедший прогресс. Если это будет продолжаться долго, то они, говорит, поднимаем лапки кверху. Один из самых демократичных видов восточных боевых искусств – ушу. Им могут заниматься все, от 3 до 80 лет. Ушу вообще очень многогранный вид спорта. Можно заниматься как для себя, можно заниматься всю жизнь. Можно ставить какие-то себе рамки, высокие достижения и заниматься как вид спорта, высоких достижений. Аллу Сорочкину в свое время не приняли в секцию по бальным танцам. Тренеры решили, что ей не хватает координации, поэтому родители отвели ее в ушу. Спустя 14 лет Алла уже не помнит, сколько победных чемпионатов мира и Европы осталось за ее плечами. Брат Кирилл также заразился увлечением сестры и не менее успешно выступает на международной арене. Его искусства уже пошли в массы. Если раньше как-то мало людей этим занимались или как-то не афишировали это особо, то сейчас это уже очень масштабно. Для многих это уже как смысл жизни, боевое искусство. То есть многие уже даже не представляют, как без них можно существовать вообще. А вот и единственный пока в Петербурге победитель всемирных игр боевых искусств Павел Коржавых. Трехкратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел и в Пекине завоевал звание лучшего. Я считаю это топовый турнир для спортсмена, поскольку он психологически является важнейшим. Потому что он и раз в четыре года и по масштабности, и по уровню и ответственности все-таки его отношу к первому из этапов. Вторые всемирные игры пройдут в городе-на-Неве в октябре следующего года. Уже объявлен конкурс на эмблему будущих соревнований. Спортсмены готовятся к отборочным турнирам. Организаторы, в свою очередь, решают технические задачи. Нам не хватает специализированного спортивного стадиона для проведения именно соревнований по спортивно-боевым единоборствам всех видов спорта. К сожалению, нам пока приходится использовать все крупные спортивные комплексы, как Ледовый дворец, СКК, Юбилейный, другие, которые есть на сегодняшний день. Вторые всемирные игры боевых искусств в Петербурге станут серьезной проверкой для организаторов. Чем северная столица удивит весь мир, узнаем следующей осенью. Ждать осталось недолго. Тимур Мамонов, Олег Подьячев, Александр Высоких и Валентина Говорушкина. Первый канал. Петербург. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...